И он быстро поднялся, достал из-за зеркала толстую книжку в церковном переплете, дрожащими руками надел очки и со слезами в голосе, торопливо, как бы боясь, что его прервут, стал читать. Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду в гробях лежащую по образу Божию созданную нашу красоту, безобразную, безгласную, неимущую вида. «Воистину суета человеческое житие же сень и соня, ибо в суе мятится всяк земнородный, якоже рече Писания, егда мир приобрящим, тогда во гроб вселимся. Иди же в купе царей и нищей». «Царей и нищей!» — восторженно-грустно повторил Тихон Ильич и закачал головою. «Пропала жизнь, братуша. Была у меня, понимаешь, стрепуха немая. Подарил я ей дури платок заграничный. Она взяла, да и стаскала его наизнанку. Понимаешь? От дури до от жадности. Жалко на лицо по будням носить. «Праздника, мол, дождусь. А пришел праздник, лохмотья одни остались. Так вот и я с жизнью-то своей. Истинно так». Возвращаясь в Дурновку, Кузьма чувствовал только одно — тупую тоску. В тупой тоске прошли и все последние дни его в Дурновке. Шел снег эти дни, а снегу только и ждали во дворе Серого, чтобы дорога поправилась к свадьбе. 12 февраля, перед вечером, в сумраке холодной прихожей произошел негромкий разговор. У печки стояла молодая, надвинув на лоб желтый с черным горошком платок, глядя на свои лапти. У дверей коротконогий Дениска без шапки, в тяжелой с обвислыми плечами поддевки. Он тоже смотрел вниз на полусапожки с подковками, которые вертел в руках. — Полусапожки принадлежали молодой. Дениска починил их и пришел получить пятак за работу. — Да у меня нету, — говорила молодая. — А Кузьма Ильич никак заснул. Ты подожди до завтра-то. — Мне был ждать-то нельзя, — певучий и задумчиво ответил Дениска, ковыряя ногтем подковку. — Ну, как же теперь быть? Дениска подумал, вздохнул и, тряхнув своими густыми волосами, вдруг поднял голову. — Ну что ж, языком даром трепать, — громко и решительно сказал он, не глядя на молодую и пересиливая застенчивость. — Говорил с тобой Тихон Ильич? — Говорил, — ответила молодая. — Надоел даже. — Так я приду сейчас с отцом, все равно ему, Кузьме-то Ильичу, вставать сейчас, чай пить. Молодая подумала. — Дело твое. Дениска поставил полусапожки на подоконник и, не напоминая больше о деньгах, ушел. А через полчаса на крыльце послышался стук обиваемых от снега лаптей. Дениска вернулся с Серым. И Серый был зачем-то подпоясан по чекменю, по кострецам красной подпояской. Кузьма вышел к ним. Дениска и Серый долго крестились в темный угол, потом тряхнули волосами и подняли лица. — Сват не сват, а добрый человек, — неспеша начал Серый необычно развязным и ладным тоном. — Тебе нареченную дочь отдавать, мне сына женить. По доброму согласию, на ихнее счастье, давай речь промеж себя держать. И степенно низко поклонился. Сдерживая болезненную улыбку, Кузьма велел кликнуть молодую. — Беги, ищи! — шепотом, как в церкви, приказал Серый Дениске. — Да я тут, — сказала молодая, выходя из-за двери от печки, и поклонилась Серому. Наступило молчание. Самовар, стоявший на полу и красневший в темноте решеткой, кипел и клокотал. Лиц не было видно. — Ну как же, дочка, решай, — усмехаясь, сказал Кузьма. Молодая подумала. — Я малого не корю. — А ты, Денис? Дениска тоже помолчал. — Что ж, жениться все равно когда-нибудь надо. — Может, Бог даст ничего? И сваты поздравили друг друга с начатием дела. Самовар унесли в людскую. Одна дворка, раньше всех узнавшая новость и прибежавшая с мыса, зажгла в людскую лампочку, послала кошеля за водкой и подсолнухами, посадила невесту с женихом под икону, налила им чаю, сама села рядом с Серым и, чтобы нарушить неловкость, высоко и резко запела, поглядывая на Дениску, на его землистое лицо и большие ресницы. — Как у нас да по садику, зеленому виноградину, ходил-гулял молодец, Пригош Белбелешинин. На другой день всякий, кто слышал от Серого об этом пире, ухмылялся и советовал. — Ты бы хоть немножко-то помог молодым. — Тоже сказал кошель. — Делай их молодое, молодым помогать надо. Серый молча ушел домой и принес молодой, которая гладила в прихожей, два чугунчика и моток черных ниток. — Вот невестушка, — сказал он смущенно. — На, свекровь прислала. — Может, на что годится. Нету ведь ничего. Кабы было, что из рубахи выскочил бы. Молодая поклонилась и поблагодарила. Она гладила гордину, присланную Тихоном Ильичем, за место фаты. И глаза ее были влажны и красны. Серый хотел утешить, сказать, что и ему не мед, но помялся, вздохнул и, поставив чугунки на подоконник, вышел. — Нитки-то я в чугунчик положил, — пробормотал он. — Спасибо, батюшка, — еще раз поблагодарила молодая, тем ласковым и особенным тоном, каким говорила только с Иванушкой. И как только вышел Серый, неожиданно улыбнулась слабой насмешливой улыбкой и запела. — Как у нас да по садику. Кузьма высунулся из зала и строго посмотрел на нее поверх пенсны. Она смолкла. — Слушай, — сказал Кузьма, — может, кинуть всю эту историю? — Теперь поздно, — негромко ответила молодая. — Уж и так сраму не оберешься. — Ай, не знаю все, на чьи деньги пировать-то будем. — Да и расход уж начали. Кузьма пожал плечами. Правда, вместе с Гординой Тихон Ильич прислал 25 рублей, мешок крупичатой муки, пшена и худую свинью. — Но не пропадать же из-за того, что свинью эту зарезали. — Ох, — сказал Кузьма, — измучили вы меня. Срам, расход. — Да, это дешевле свиньи. Дешевле, не дешевле, мертвых с погоста не носят. Просто и твердо ответила молодая и, вздохнув, аккуратно сложила выглаженную теплую гордину. — Обедать-то сейчас будете? Лицо ее стало спокойно. — Ну, шабаш, тут пиво не сваришь, — подумал Кузьма и сказал. — Ну, как знаешь, как знаешь. Пообедав, он курил и смотрел в окно. Темнело. В людской, он знал, уже спекли ржаную витушку. Ряженый пирог. Готовились варить два чугуна студня. Чугун лапши, чугун щей, чугун каши. Все с убойной. И серый хлопотал на снежном бугре между амбарами и сараем. На бугре, в синеватых сумерках, оранжевым пламенем пылала солома, которой завалили убитую свинью. Вокруг пламени, поджидая добычи, сидели овчарки, и белые морды их, груди были шелковисто-розовые. Серый, утопая в снегу, бегал, поправлял костер, замахивался на овчарок. Полы зипуна он развернул и поднял, заткнул за пояс. Шапку все сдвигал на затылок кистью правой руки, в которой блестел нож. Бегло и ярко озаряемый, то с той, то с другой стороны, серый кидал на снег большую пляшущую тень, тень язычника. Потом, мимо амбара, по тропинке, на деревню, пробежала и скрылась под снежным бугром однодворка, созывать игрицы просить у домашки елку, сберегаемую в погребе, переходившую с девичника на девичник. А когда Кузьма, причесавшись и переменив пиджак с продранными локтями, на заветный длиннополый сюртук оделся и вышел на побелевшее оттенок, падающего снега крыльцо, в мягкой серой темноте, у освещенных окон людской уже чернела большая толпа девок, ребят, мальчишек, стоял гам, говор, играли сразу на трех гармониях, и все разное. Кузьма, горбясь, перебирая пальцы и хрустяями, дошел до толпы, протолкался и, нагнувшись, вошел в темь, в сене. Было людно, тесно и в сенях. Мальчишки шныряли между ног. Их хватали за шеи и выталкивали вон. Они снова лезли. «Допустите, ради бога», – сказал Кузьма, сдавленный у дверей. Его сдавили еще больше. И кто-то рванул дверь. В клубах пара он перешагнул порог и остановился у притолоки. Тут теснился народ почище. Девки в цветных шалях, ребята во всем новом, пахло красным товаром, полушубками, керосином, махорком, хвоей. Маленькое зеленое деревце, убранное кумачными лоскутами, стояло на столе, простирая ветки над тусклой жестяной лампочкой. Вокруг стола, под мокрыми, оттаившими окошечками у черных сырых стен, сидели наряженные игрицы, грубо нарумяненные и набеленные, с блестящими глазами, все в шелковых и шерстяных платочках, с радужными вьющимися перьями из хвоста селезня, заткнутыми на висках волосы. Как раз когда Кузьма вошел, домашка, хромая девка с темным, злым и умным лицом, с черными острыми глазами и черными сросшимися бровями, затянула грубым и сильным голосом старинную величальную песню. Как у нас при вечеру-вечеру, при последнем концу вечера, при Авдотьином девичнику, Девки дружным и нестроенным хором подхватили ее последние слова и все обернулись к невесте. Она сидела по обычаю возле печки неубранная, с головой накрытой темной шалью и должна была ответить песне громким плачем и причитаниями. «Годный мой батюшка, родимая матушка, как мне век вековать, замужем горе горевать!» Но невеста молчала. И девки, кончив песню, недовольно покосились на нее, потом пошептались и, нахмурившись, медленно и протяжно запели сиротскую. «Растопись, банюшка, ты ударь, звонкий колокол!» И у Кузьмы задрожали крепко сжатые челюсти. Пошел мороз по голове и по голеням, сладостно заломило скулы и глаза нылились, помутились слезами. Невеста завернулась в шаль и вдруг вся затряслась от рыданий. «Будет, девки!» — крикнул кто-то. Но девки не слушали. «Ты ударь, звонкий колокол, разбуди моего батюшку!» И невеста со стоном стала падать лицом на свои колени, на руки, захлебываясь от слез. Дрожащую, шатающуюся, ее увели, наконец, в холодную половину избы наряжать. А потом Кузьма благословил ее. Жених пришел с Васькой, сыном Якова. Жених надел его сапоги. Волосы жениха были подстрижены, шея, окремленная воротом голубой рубахи с кружевом, докрасно выбрита. Он умылся с мылом и очень помолодел. Был даже не дурен. И, зная это, степенно и скромно опускал темные ресницы. Васька, дружно в красной рубахе, в романовском полушубке нараспашку, войдя, строго покосился на игриц. «Будя драть-то!» грубо сказал он и прибавил то, что полагалось по обряду. «Вылязайте, вылязайте!» Игрицы хором ответили. «Без строицы дом не строится, без четырех углов изба не кроется. Положь по рублю на каждом углу, пятый посередке, до бутылку водки». Васька вытащил из кармана полштуф и поставил его на стол. Девки взяли и поднялись. Стало еще теснее. Опять распахнулась дверь, опять понесло паром и холодом. Вошла, расталкивая народ, одна дворка с фольговой иконкой, а за ней невеста в голубом платье с баской. И все ахнули. Так была она бледна, спокойна и красива. Васька наотмашь дал затрещину в лоб широкоплечьему головастому мальчишке на кривых, как у такса, ногах и кинул на солому посреди избы чей-то старый полушубок. На него встали жених и невеста. Кузьма, не поднимая головы, взял икону из рук однодворки. И стало так тихо, что слышно было свистящее дыхание любопытного головастого мальчишки. Жених и невеста разом упали на колени и поклонились в ноги Кузьме. Поднялись и опять упали. Кузьма взглянул на невесту и в глазах их, встретившихся на мгновение, мелькнул ужас. Кузьма побледнел и с ужасом подумал. Сейчас брошу образ на пол. Но руки его невольно сделали иконой крест в воздухе. И молодая, чуть приложившись к ней, поймала губами его руку. Он сунул икону кому-то в сторону. Схватил голову молодой и с отцовской болью и нежностью и, целуя новый пахучий платок, горько заплакал. Потом, ничего не видя от слез, повернулся и, расталкивая народ, шагнул в сени. Снежный ветер ударил ему в лицо. Занесенный порог белел в темноте. Крыша гудела. А за порогом несла непроглядная вьюга. И свет, падавший из окошечек, из толщи снежной завалинки, стоял дымными столбами. Вьюга не стихла и утром. В серой несущейся муте не было видно ни дурновки, ни мельницы на мысу. Порой светлело, порой становилось похоже на сумерки. Сад побелел. Гул его сливался с гулом ветра, в котором все чудился дальний колокольный звон. Острые хребты сугробов дымились. С крыльца, на котором, жмурясь, обоняя сквозь свежесть вьюги, теплый вкусный запах из трубы людской, сидели облепленные снегом овчарки, с трудом различал Кузьма темные туманные фигуры мужиков, лошадей, сани, позвякивание колокольцев. Под жениха запрягли пару, под невесту-одиночку. Сани покрыли казанскими войлоками с черными разводами на концах. Поезжане подпоясались разноцветными подпоясками. Бабы надели ватные шубки, накрылись шалями, шли к саням, опасливо мелкими шажками, церемонно приговаривая, батюшке свету Божьего не видно. На невесте и шубку, и голубое платье завернули на голову. Она села в сани на белую юбку, чтобы платье не измять. Голова ее, убранная венком бумажных цветов, была закутана шалями под шальниками. Она так ослабела от слез, что, как во сне, видела темные фигуры среди вьюги. Слышала шум ее, говор, праздничный звон колокольцев. Лошади прижимали уши, воротили морды от снежного ветра. Ветер разносил говор, крик, слепил глаза, белил усы, бороды, шапки. И поезжане с трудом узнавали друг друга в тумане и сумраке. У, мать твою не за мать, бормотал Васька, нагибая голову, беря вожжи и садясь рядом с женихом. И грубо, равнодушно крикнул на ветер. Господи, бояре, басловите жениха по невесту ехать. Кто-то отозвался. Бог басловит. И бубенцы заныли, полозья заскрепели, сугробы, разрываемые ими, задымились, завихрились, вихри, гривы и хвосты понесло в сторону. А на селе, в церковной старушке, где отогревались в ожидании священника, все угорели. Угарно было и в церкви, угарно, холодно и сумрачно, от вьюги, низких сводов и решеток в окошечках. Свечи горели только в руках жениха и невесты, да в руке черного с большими лопатками священника, наклонившегося к книге, закапанной воском, и быстро читавшего сквозь очки. По полу стояли лужи, на сапогах и лаптях натаскали много снегу. В спины дул ветер из отворяемых дверей. Священник строго поглядывал то на двери, то на жениха с невестой, то на их напряженные ко всему готовые фигуры, на лица, застывшие в покорности и смирении, золотисто освещенные снизу свечами. По привычке он произносил некоторые слова как бы с чувством, выделяя их с трогательной мольбой, но совершенно не думая ни о словах, ни о тех, кому они относились. Боже предчистый и всеотвори садетелю, говорил он торопливо, то понижая, то повышая голос. Иже раба твоего Авраама, благословище и разверши ложесно сарина, иже Исаака реветски даровавшие, иакова рахили сочетавшие, подождь рабам твоим сим имя, строгим шепотом, не меняя выражения лица, перебивал он самого себя, обращаясь к псаломщику. И поймав ответ Денис Авдотья, продолжал с чувством. Подождь рабам твоим сим Денису и Евдокии живот мирен, долгоденствие, целомудрие, с нодоби я видеть чада чадов, и дождь им от росы небесные свыше, исполни дома их пшеницы, вина и елея, возвысии яяко-кедры ливанские. Но окружающие, если бы даже слушали и понимали его, все же помнили бы о доме Серова, а не о Авраама и Исаака, о Дениске, а не о кедре ливанском. Ему же самому коротконогому в чужих сапогах, в чужой поддевке, было неловко и страшно держать на неподвижной голове царский венец, медный огромный венец с крестом наверху, надетый глубоко на уши. И рука молодой, казавшейся в венце еще красивее и мертвее, дрожала, и воск тающей свечи капал на оборку ее голубого платья. Вьюга в сумерках была еще страшнее. У дома гнали лошадей особенно шибко, и горластая жена Ваньки Красного стояла в передних санях, плясала как шаман, махала платочком и орала на ветер в буйную темную муть, в снег, летевший ей в губы и заглушавший ее волчий голос. У голубя у Сизова золотая голова. Москва 1909-1910 годы